Девятнадцать вузов и четыре научных организации получили право самостоятельно присуждать ученые степени, среди них Пермский политех. Развитие кластера композиты Прикамья. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» подписала соглашение с правительством Пермского края. Прикамья не смогла вырваться в лидеры. По итогам первого полугодия регион оказался ниже середины списка по нескольким параметрам. Новости Прикамья в эфире РБК. В студии Рустам Агизов. Здравствуйте. В ближайшие три года Пермский политех собирается увеличить количество присуждаемых кандидатских и докторских ученых степеней почти в два раза до 80 ежегодно. Об этом телеканал РБК сообщил один из руководителей университета. Такие планы обусловлены включением политеха в общероссийский перечень университетов, получивших право самостоятельно присуждать ученые степени. Распоряжение об этом было подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым. Помимо политеха в федеральный список вошли еще 18 вузов и 4 научные организации. Большинство из них столичные. Проректор политеха Владимир Каратаев отмечает, что вузу это дает ряд преимуществ. Прежде всего это возможность оперативно создавать диссертационные советы. То есть мы можем создавать диссертационный совет под задачей подготовки кадров высшей квалификации для региона. Второе это конечно снятие барьеров. Это облегчение самой процедуры для соискателей, что очень важно. Сейчас в политехии ежегодно на звание кандидата наук защищаются около 40 человек. На звание доктора менее десятка. Отметим, что раньше защита и присуждение ученых степеней осуществлялась высшая диссертационная комиссия, которая могла отменить решение диссертационных советов университетов. Сейчас вузы, попавшие в список правительства, в этом вопросе получают автономность. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» подписала соглашение с правительством Пермского окрая. Это повлияет на развитие кластера композиты «Приками», которые ранее заявляли о планах подать заявку о включении в реестр федерального Минпромторга до конца августа. В корпорацию входят два предприятия из «Приками» – Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов и Пермский завод «Машиностроитель». В рамках соглашения стороны будут совместно внедрять промышленные технологии, совершенствовать законодательную базу в области производства и совместно привлекать инвестиции. Документ также поможет исполнению экспортных и госконтрактов. Он регламентирует порядок финансирования и ценообразования, а также объемы поставок. В корпорации отмечают, что завод «Машиностроитель» быстро освоил производство новых изделий после вхождения в структуру. Но чуть ранее корпорация подписала еще одно соглашение с ОДК. В нее, в частности, входят пермские моторы, авиадвигатели и компания «Стар». Кроме того, документы подписаны и с вертолетами России, в которые входит пермский редуктор ПМ. По итогам первого полугодия Пермский край сразу по нескольким параметрам социально-экономического развития оказался ниже середины списка регионов страны. Это следует из данных агентства «Реарейтинг», которое проанализировало статистику Росстата. В частности, по темпу роста работы строительства Пермский край на 70-м месте. Объем выполненных работ чуть больше 41 миллиарда рублей. По итогам полугодия спад почти на четверть. По объему ввода жилых домов 48-я строчка среди других регионов за полгода введено 266 тысяч квадратов. Снижение за год почти 13%. Продолжилось падение в сфере розничной торговли. Оборот более 235 миллиардов, снижение почти на 4%. Среднедушевой денежный доход Пермяков просел на полторы тысячи рублей. По данным Росстата, реальные денежные доходы выросли лишь в 20 субъектах страны. В рейтинге регионов по индексу ПРО производства Пермский край занял 54-е место. Показатель все же немного вырос. По мнению экспертов, если тенденция сохранится, промышленность станет импульсом по выходу прикамской экономики из рецессии. Нам надо подбирать то, что у нас есть, наработанное, и выходить на высокотехнологичные отрасли, которые не подвержены рыночным кризисам и рыночным рискам. Оборонно-промышленный комплекс через федеральные целевые программы. Это видно невооруженным глазом. Значит, фармацевтическая составляющая, которая позволяет наработки, которые сделаны в науке, у нас полностью. Сырьевой сектор, который надо переориентировать не на выпуск чистого сырья и полуфабрикатов, а на готовую продукцию из сырьевого сектора. Как поясняют РБК-специалисты, вероятнее всего, пермская экономика в этом году выйдет из рецессии, начнет стагнировать. По самым оптимистичным прогнозам, рост экономики в нашем регионе может дойти до 2%. По целевому прогнозу, рост общероссийской экономики в текущем году также должен составить около 2%. Рубль может получить дополнительную поддержку в ближайшие несколько дней. Фактор роста дорожающая нефть. Котировки черного золота сегодня начали расти после новостей о перебоях добычи в Мексиканском заливе из-за шторма. Крупные компании вроде Shell и Exxon ограничили производство на ряде объектов. На Мексиканском заливе, между прочим, добывается почти пятая часть нефти США. Пока доллар устоял, изменения на бирже незначительные. Среднеизвестный курс американской валюты расчетами завтра остановился на отметке 59.15. Но лучшее предложение по покупке доллара к этому счету в Перми в банке Нево, по продаже в банке Восточный. Лучшее предложение по покупке евро также в банке Нево, по продаже в Форобанке. Новости Прикамин РБК. Каждый час. Не прощаюсь. Новости Прикамин РБК.